Подбитые летчики из Самары никак не могут найти свою игру. Хоккеисты ЦСКА ВВС уступили ангарскому Ермаку на домашней арене. Это поражение стало восьмым в последних десяти матчах. После неудачного поединка с «Соколом» все ждали, что дружина Павла Десяткова бросится вперед с первых минут, желая реабилитироваться перед болельщиками, но этого не произошло. Волжане провалились на старте встречи. В первом периоде сибиряки забросили две безответные шайбы. Гости могли сделать счет крупнее, но голкипер Сергей Денисов этого не позволил. Во втором отрезке на лед вышла совсем другая команда. Павел Десятков нашел нужные слова для своих подопечных в раздевалке. На 21-й минуте забил Евгений Колычев. Судям потребовалось несколько минут, чтобы засчитать гол. Еще через несколько минут Егор Алешин реализовал большинство и восстановил равновесие. А когда Алексей Басков вывел ЦСКА ВВС вперед, показалось, что хозяева уже не упустят победу, но пропущенный гол в раздевалку ударил по самарским хоккеистам. В третьем периоде летчики играли значительно слабее. Ермак забросил еще одну шайбу в большинстве и установил окончательный счет на табло – 3-4. После матча раздосадованный Павел Десятков заявил, что хоккеисты постоянно нарушали игровую дисциплину. Также тренер вспомнил слова экс-наставника Волжана Александра Соколова, который возглавлял команду с 2018 по 2020 годы. Он как-то говорил, что на одной из игре думал, что выпил эту чашу позора уже. Да, и поправился потом, что, видимо, не до конца. Получается, что, наверное, мне ее допивать приходится теперь. А вот наставник Ермака остался доволен результатом и качеством игры своих подопечных. Хорошо сыграли первые, хорошо начали игру. В принципе, мы вчера разбирали наш, как мы играли в Тольятти, когда проиграли 0-3 в 2-й период. Спасибо сопернику за хорошую игру. Нам сегодня нужнее было. После этого поединка ЦСКА ВВС опустился на 22-ю строчку в турнирной таблице. Летчики имеют в своем активе 18 очков. Следующую встречу подопечные Павла Десяткова проведут на домашнем льду 22 ноября. Они будут сражаться с Новокузнецким металлургом. Стартовый свисток прозвучит в 13.00. Игра пройдет без зрителей. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.